я сейчас шел по составу 325 перми новороссийск и шел в бушлате а на улице тепло утром вроде прохладненько мне показалось пошел в бушлате а вагонах тепло на улице тепло я вспотел весь нафиг сейчас переоденусь одену под китель кофту сверху жилетку и буду в жилетке работать бушлат уже больше не буду одевать жарко больно в нем всем привет с вами я и сегодня у нас такие составы как 325 перми новороссийскому уже его пробежали быстренько и 220 перми новую рингой ну а также есть прицепной вагон к поезду 150 до санкт-петербурга но этот вагончик у нас на парке сегодня стоит прямо уже с по моему ночью они поздно ночью приехали вот 325 состав мы быстренько прошли с перрона встретим 220 поезд его пройдем проверим посмотрим но там по заявочным ремонт тоже немного совсем чисто проверим и снова он потом после обеда сходим по делу от 150 там тоже есть заявочный ремонт на какую-то некорректную работу в общем туалета посмотрим ну и конечно же вы в комментариях писали показать вам подробно как раз воздушиваются водяные насосы их у нас сегодня на парке несколько систем давайте пройдемся и расскажем покажем как их правильно раз воздушить чтобы у вас дальнейшем потом они не работали по стоянку или не выключались постоянно в зависимости от системы поехали не стал все-таки кофту под низ одевать одел бушлат и не зря вышел сюда в вокзал там здесь ветер прохладный дует и погода такая сегодня эти сыра прохладненько алексей он без бушлата сидеть трясется мне тепло мне хорошо сейчас ожидаем 220 поезд еще пока не объявляли капюшон надел ожидаем 220 поезд сейчас должен скоро подойти кстати запросился транзитный поезд 91 севербайкальск москва или москва-севербайкальск просит заменить блок клапанов я так понимаю вакуум установки мы посмотрим что что-то как что скажет мастер кстати виду сложной технической конструкции вагона по времени мы просто это сделать не успеем конечная станция видишь не торопится тихонечко подкатывает фантомаз коптит солярку ждет стоит как понимаешь это же электровоз локомотив мы их не касаемся вот видишь бортовой номер внизу 13 746 да не намного дальше ну вот мы ребята в составе 220 половину уже прошли дошли до плоскартных вагонов и встречаем первый вагон вот такой системы тв-01 туалетный ну и конечно же здесь установлен блок управления насосной станции сам насос пожалуйста блок управления и вот у нас идет водяная труба подача воды в унитаз не это вот это вот он есть этот косой фильтр и получается уже после косого фильтра вода поступает сюда обратный клапан как он сумит и после обратного клапана у нас уже вода поступает к верху по трубе и там у нас установлен гидроаккумулятор гидравлический гпм его сокращенно называем это после него уже уходит вода у нас на ту сторону и на эту но на унитаз это чисто насос на подачу воды унитаза так вот ребята при каждой заправке водой попадает вода вода снабжение для подачи воды унитаз воздух и у нас начинает некорректно работать поработать сколько-то накачает потом выходит ошибка 3h что в переводе у нас означает вот нет воды в насосе но на самом деле вода есть она с воздухом он не может у нас как когда берет воду не может взять полноценно потому что там попадает воздухе остается в помпе и он не может нас накачать должным должное давление датчик у нас вот стоит водяное давление вот цифры не меняются соответственно там 0304 стоит он не может накачать давление естественно то что воздух системе срабатывает ошибка 3h что якобы нет воды в насосе но она такая просто сделана сказать комплексная к ней можно отнести действительно что нет воды это что воздух попадает вот и значит в таких случаях можно конечно просто нажать сброс и он у нас автоматически снова начнет включится насос снова начнет качать воду возможно насколько это уже стечет здесь он возьмет накачает пару раз и снова уйдет в ошибку так как в трубке водяной еще остается частично где-то воздух поэтому он сколько тут поработает и снова начинает попадает воздухе снова начинает нам показывать ошибку 3h в таком случае мы вот здесь тумблер выключаем насос в выключенном положении мы здесь открываем кран но чтобы на пол воду не лить обычно я беру стакан вот этот из-под ёршика подставляю открываю кран сливаю воду так стакана 2 а то бывает и 3 выливаю и потом уже включаем насос и он начинает нормально работать то есть я пропустил воду из вот этой трубы которая у нас вот с водяного бака с чердака идет я пропустил воду прогнал воздух с клапана ну с помпы свой с клапана говорю с этого с косого фильтра с помпы в общем воздух весь вышел прогнал здесь водичку чтобы у нас в дальнейшем потом снова воздух не поступал в компу и он не начал нам показывать эту ошибку пропустил воду потом только включил насос а еще есть вариант то есть я просто открываю водичку с выключенным насосом подставляем конечно же стакан из поддержка два стакана сливаю с выключенным насосом на третий стакан когда я подставляю я одновременно включаю осос таким образом он нас начинает остатки воздуха выгонять вместе с уже с напором с водой со сливного крана и во время работы насоса я его перекрываю и он начинает у нас уже нормально набирать давление и больше воздуха системе не остается уже не показывает эти ошибки и работает но это вот только вот одна из таких вот систем есть еще другие поэтому давайте до них доберемся надеюсь я не утомил вас этим рассказом доберемся до остальных систем и вот другие вагоны еще покажу пойдемте ну вот здесь уже система немножко другая омега 4 посмотрите существует некий вот такой стакан в нем находится поплавок поплавок у нас отвечает тоже за то что подать сигнал на насос водяной то есть если у нас поплавок опущен соответственно нет воды если нет воды на блоке коммутации сработает ошибка что нет воды и даст защиту и выключит у нас вообще систему вакуумную все и туалеты не будут работать вот когда поступает первое сюда воздух и у нас поплавок не может всплыть и подать сигнал на включение водяного насоса и включение туалетов здесь здесь существует вот такой вот маленький шланг трубка выведена уже вот с небольшим таким краном видите таким образом мы раздушиваем выгоняем воздух чтобы поплавок у нас всплыл и включил насос но сейчас я вам покажу где находится насос и бывает насос все равно берет воду с воздухом и постоянно работает и не выключается вот у нас блок коммутации здесь видите вот есть такая ошибка нет воды это именно вот когда поплавок у нас не сработал напишет что нет воды ну или когда действительно нет воды включается защита выключается вакуумная установка ничего не работает сам насос находится здесь вот в этом люке он небольшой на 24 вольта он у нас накачивает воду на рабочую сторону и на нерабочую там же находится рядом в гидро аккумулятор ну и конечно же реле давление у насоса находится уже в насосе то есть прям сверху так встроенная то есть там не нужен никакой датчик давления так далее это все находится уже в насосе такое реле давление так вот ребята он у нас бывает постоянно работает тоже с воздухом берет водичку первое что мы делаем это если конечно они присутствуют с рабочей стороны здесь за унитазом здесь уже отсутствует шаровый кран так вот нужно слить воду здесь сначала пропустить ну чтобы воздух выше но если там кран шаровый отсутствует блин звонят меня отвлекают то мы откручивали металлопластиковую трубу и так и снимали чтобы прогнать воздух но и также ребят здесь вот сейчас посмотрим так шире шире открыть она также здесь видите нет у нас сливного шарового крана мы также вот либо здесь либо гибкую подводку снимали и пропускали воду а нет до клапана клапана закрыты постоянно значит здесь вот скручивали гайку доставали трубу и пропускали весь воздух потому что воздух с рабочей стороны до нерабочей стороны довольно таки частое явление его там много поэтому здесь снимали и пропускали воду я скажу так но в течение 3-4 минут можно это делать при работающем водяном насосе и он как раз прогонит весь воздух из себя и выгонит воздух здесь из водяной магистрали трубы здесь так развоздушиваем насос ну в таких вот системах сейчас ребят обеденное время сейчас покушаем пойдем обратно на парк работать и там еще попадутся какие-нибудь вагоны с другой системы уже и я тоже также покажу расскажу как других систем нужно будет развоздушивать насосы чтобы они у вас справа работали всем приятного аппетита придется повременить пока с раздушкой насоса у нас внеплановый ремонт вызвали на вагон люкс как видите и у нас здесь судя по всему похоже неисправно шиперная впуска я сейчас я поработал но она не до конца открывается сейчас будем ее снимать вынимать смотреть свой есть запчасти все есть погнали короче сказали что здесь едет такой позолотный мужчина такой порядочный но ребят смотрите вот я снял вот она болтается эти а вода не уходит там ребят засор сидит скорее всего из бумаги вот так с одного поезда на другой на 92 а 10 минут опаздывает значит стоянка будет сокращена алексей во все оружие уже уже спамы читает свои на телефоне ожидаем а там чего там засор устранили вернее я устранил засор пакет подложили чтобы не гадит сильно все-таки люкс вагон но запахи остались после этого все равно давай пробуй получше я там не будешь этот фильтр это чистить нет мальчик ну-ка так с мой я чудо дали в небольшой был смой пожалуйста так 25 секунд что-то опять мало дал будешь чистить так чё тогда я здесь могу собирать собрать закручу так тихонечко в общем 92 пояс пришел с опозданием это во первых во вторых действительно неисправим блок клапанов а там вакуумный насос в чердаке и добраться на него очень тяжело что веду сложной конструкции мы по времени бы все равно не успели даже если он стоял полные 24 минуты мы не успели ничего поменять поэтому пришли посмотрели убедились что действительно блок клапанов неисправим и вышли я нахожусь сейчас в огонь где два туалета вместе как его еще проводники называют длинно базы смотрите туалет вот туалет и кто-то мне звонит аля нет только сити вечером скину по вайберу либо файлом или либо файлом вконтакте ну дома когда буду потому что на камеру то я снимал она там все равно плохо видно но все равно что-то хоть хоть что-то будет так на чем остановились и вот здесь у нас установлен насос получается один внизу вот здесь на два туалета ну на раковины этот так вот ребят здесь многие сливают воду развоздушиваю здесь выход с бойлера у нас вот кран стоит но это не так этот кран открывает при консервации когда наоборот сливают воду так вот здесь ребят чтобы развоздушить насос мы также его выключаем с блока вот блок управления у нас здесь за зеркалом находится также выключаем вот идет шланг спуск воды здесь такая у нас гребеночка ответвление идет на смесители на душевую нулейку и на тот смеситель и вот после этой гребенки самом конце находится здесь кран вот мы просто его открываем прогоняем воду она через насосы выходит вместе с воздухом закрываем все и у нас насос начинает исправно работать во втором туалете у раковины здесь вот гребеночка внизу чтобы у тебя не прокручивалась я буду опускать ты хочешь этот косой фильтр поставить куда нет у тебя есть такое количество он помог похоже 32 ребят здесь вот косой фильтр его забило грязи у нас вода не поступает в унитаз мы уже там даже дюрит сняли а толку не можем крышку открутить нет не подходит миллиметр не подходит больше то нету а там разводящий у меня ключ который а он не будет тогда этим да как-то надо будет упереться так вот как-то упереться сейчас тогда чё надо будет мне держать а тебе давить потом мы пытаемся крышку выкрутить а он у нас сам крутится спотел фильтр мы так и не смогли снять но до него сняли шланг вода не идет далее вот переставили отсюда верить сюда чтобы слить прогнать водичку вода не идет сейчас надо дальше разбираться может быть вот здесь шлаком забила грязи когда бак заправляли водой возможно либо воды нет хотя здесь раковине открываешь она идет мы думали что остатки струбливаются но подождали она все равно идет фух жарко очень надо стремянку бросить у нее наверно смотрите ребят скинул я отсюда вот трубу смотреть как все забито все с напрочь забито вообще это получается здесь у нас тоже все забито вся труба а как ты там сможешь сможешь сфотографировать там не видно а я там тоже да андрюха подними подними и подними да там тоже там вообще забито хорошо до самого бака да засними там как-то нет оп да попал на видео снимаешь а ты так думаешь мастер я бы на видео заснял потом вы скриншот сделал короче сейчас будем пробивать и похоже мы все обольем сейчас да надо сейчас что-то упругое брать прутик длинную отвертку я не знаю смотри как так далеко увидишь вон куда нет здесь не этого там то а вот открой такой такой это сейчас все выйдет пуля полилась а может нет здесь у нас открыто все давай готовься сразу подставлять кого да ладно чё давай я болюсь я болюсь даже не пошло еще ничего длиннее надо что-то брать прутик какой-то это вот тоже вагон не в нашем составе не в триста двадцать пятом не в двести двадцать а там это вызвали вот куда я сейчас бегал состав люкс вагон делал я засорчик был вызвали на второй вагон вот здесь такая фигня а время уже пятый час у нас уже там все идет комиссия пдк но мы на парке успели до комиссии все сделать как раз вот время было без десяти четыре заявка поступила мы пошли с андреем сюда идет комиссия алексей у нас остался на 1 консервации то есть вагоны собирает хотел зайти в вагон еще показать одну систему как развоздушить насос но видите вызвали сюда подожди отсюда да да там забила он не лезет он широкий он не лезет на было заключить наверное вот конец ты какой хочешь этой твердка то идет хорошо он сам в этот не влазит вот версия этого крана этого не едят проволоку надо стальную нормально если вот это открутим так он не пройдет дальше этот все равно давай проволоку искать все равно кстати за бумагами туда идти вот это открутим а пока а как накручивать будешь а проходит все куда-то уперся а почему тут не заглушено случайно подожди насколько у нас вот зашел то видишь все это так вот он в трубу упирается и все а у точек дайте с той стороны поступить с этой имеешь ввиду а я тут не размахнуть наверно ну давайте полилась а андрех так же так так дожать эти тетю хомут там не потерять все можно собирать сейчас обольюсь весь нафиг не могу попасть хорошо есть сразу эту промыть надо будет потом все остальное так все затянул 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 сейчас надо смотреть как там польется пошло какао сразу полилась видишь чистейший водолец что-то она здесь нет нормально сейчас пусть немножко прольется прольет промоет главное что пошла без насоса то она видишь не сильным напором то так видимо за сторону уже было все так там забито да надо баки вообще промывать все чистить фильтр прикипел на смерть заработал все пошла водичка пока вот сейчас делали идет комиссия ПДК одно замечание там есть по штабному вагону якобы некорректно как-то сработал у нас терминатор надо будет зайти посмотреть но я сейчас еще сюда вернусь вот туда вот видите где мы находимся и от вокзала подальше и от парка подальше мне надо будет подписать документы ну что что мы здесь делали что мы вообще делали приходили в общем положено подписать ведомости а потом обратном пути забегу в состав Пермь Новороссийский посмотрю что ж такого там с терминатором что это он у нас стал работать некорректно ну и вроде все пока в этой каскетке она не дышит нифига у меня в ней голова потеет вообще невозможно сейчас приду в офис наверно воду сначала попью остыну немножко потом пойду там на той на ведомости также должность фамилия роспись а я с собой инструменты не взял это вот от заказчика да где? да 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 а еще какой-то вагон вызывают сейчас зайду посмотрю если что напарник там остался в конторе Андрей то если что так ему позвоню зато теперь бумаги с собой есть а инструментов нет ну вот ладно смотрите правильно да все зашел в вагон который вот типа тоже просили зайти мне говорят не у нас фильтры водяные там что-то там другие ребята работают надо говорить с туалетами все в порядке глаз говорит вызывали через вагон сейчас стучался не у нас тоже все в порядке ну и ладно думаю ребята что я не буду в каждый вагон стучаться пошел я в контору я хочу попить чаю время уже 6 часов доходит все можно сказать закончить а какой контору я же забыл надо же еще в этот зайти штабной вагон посмотреть семинатором что там бумажки я вот подписал все отлично что-то у меня горло першит как бы я не заболел нафиг на вагоне вспотеешь выйдешь на улицу ветер дунет продувает сразу ну ничего я домой поеду у меня там нет дома у меня таблетки остались я по дороге зайду в аптеку куплю аэрозоль какую-нибудь для города болеть я вовсе не хочу это знаете какой состав это комиссия приехала а во главе этой комиссии по-моему какой-то большой начальник вот у них вагоны супер пупер приходится им все делать чтобы все было тоже супер пупер нет они не так часто ломаются но ломаются видите как и даже засорчик проявляется пойдемте так вагон ва придется все обходить мне это все не буду я тут лазить ладно обойду слава богу у нас Перим-Симферополь фуу Перим-Новороссийск состав не так далеко и штабной вагон не так тоже далеко так что как раз по дороге сейчас зайду я уже сколько раза три нажимаю работает давай щелкай работает работает может быть мало было давление и компрессор при этом ну завелся давление мало тут еще комиссия идет нажимает может быть давление было мало не хватало может быть из-за этого может из-за этого некорректно сработало ну работает а где бумаги пошли эти сейчас мимо шел давайте вот еще один вагон попался мне просто он тут на парке стоит никуда не идет вот еще раз давайте покажу в нем наглядно вот у нас стоит это вот кстати один из самых таких популярных вагонов где насос завоздушивается часто и работает постоянно не может накачать давление в общем насос вот к нему подходит водичка вот она здесь внизу кран должен быть перекрыт иначе он не будет у нас создавать никакое давление все помпа здесь стоит обратный клапан и вода закачивается уже в бойлер пошла на умывальники в бойлер и на конечно унитаз так вот здесь ребят все то же самое как я и говорил в длиннобазовом я у меня фонарик как их называют проводники вагоне смотрите здесь внизу треничок стоит вот это у нас на унитаз подачи воды а ниже вон видите бабочка это сливной кран также его нужно использовать ну можно использовать как развоздушный кран все то же самое ребят что с нерабочей что с рабочей стороны все так же значит берем вот он блок установлен установки подачи холодно-горячей водой тумблер тут прямо подписано отключение насоса вот выключаем насос открываем кран внизу сливной развоздушный пропускаем воду у нас часть воды после ну вот видите водяной бак часть воды с водяного бака у нас проходит выдавливаем воздух из помпы из трубы выходя воздух вышел внизу кран закрыли включили насос все накачивать давление единственное что долго это с рабочей стороны потому что водяной бак находится с нерабочей стороны с одного конца вагона правильно а с того такой же стоит насос бойлер так далее и там также внизу есть развоздушный сливной кран так вот его надо открывать и прогонять воду дольше потому что бак находится здесь а трубы у нас труба идет водяная видите вот туда до того конца вагона так вот пока особенно когда вагон высох как и называют да то есть воды вообще не стало вот заправляют при заправке водой обязательно вот здесь скопится воздух и вот пока его весь не выгонишь с нерабочей стороны на рабочую насос не будет работать нормально он будет хапать воздух постоянно то есть он может даже накачать остановиться вроде все в порядке два раза спустишь давление воды он начнет снова подкачивать ее и опять возьмет воздух и опять будет молотеет работает 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 поэтому с рабочей стороны внимательно надо пропускать воздухе подольше вот все ребята что-то сегодня находился устал сейчас что-то я еще хотел сделать и что-то из головы вылетело мастер позвонил что хотел а хотел я вот что вспомнил я хотел ребята поблагодарить подписчиков уважаемых тех кто поддерживает меня финансово и от кого были переводы а это были такие переводы как Владимир написано Владимир П сообщение от Владимира у нас такое от пассажира из вагона СВ Владимир огромное вам большое спасибо за ваш перевод за ваш донат я обязательно этот перевод положу в копилочку на зрение у нас можно сказать накоплено я положу копилочку на новый компьютер спасибо вам огромное Также, ребят, я хочу поблагодарить... Вот. Был перевод от Анатолия Сергеевич... Анатолий Сергеевич Г. Анатолий Сергеевич, огромное вам большое спасибо. Анатолий Сергеевич нам написал сообщение с прошедшим днем рождения дяди Леня. Спасибо вам огромное, Анатолий Сергеевич. Спасибо за ваш перевод, за вашу финансовую поддержку, за ваш донат. Огромное вам спасибо. ну и да вот все больше пока ничего не было ребята вы поддерживаете меня финансово пил делайте переводы донаты спасибо вам за это огромное огромное при огромное я очень вам за это благодарен но и также конечно же благодарен всем остальным подписчикам за их комментарий и активность на канале спасибо вам большое что у меня действительно начинает голос пропадать вот все ребят я сейчас контору достижим свою смену и собираемся потихонечку домой кстати один из подписчиков мне написал комментарий под видео что лень подведение итогов лучше делать на работе чем дома потому что все-таки весь ролик по работе давайте проведем какой-то опрос как вы об этом думаете где мне стоит следовать заканчивать видеоролики и пока это подводить итоги дома все-таки или на работе пишите в комментариях заранее спасибо я нахожусь в своих апартаментах смена была сегодня хорошая ремонт был но было знаете как средний скажем 50 на 50 я больше устал от хождений но это у нас частое явление мы ходим много на работе я всегда говорил больше устаешь ногами чем руками вагон вы зададите вопросом как все-таки мы добились того что в этом вагоне пошла вода как мы все-таки почистили этот кран планец где у нас прутик не проходил мы все-таки нашли стальную проволоку прямо вот проводник нам предложил он не был целый моток проволоки для очистки дымохода сантиметров 70 откусили оттуда вот такая прям упругая была проволочка мы ей почистили и эту проволочку оставили проводнику на всякий случай если это повторится проволочку всегда будет иметь в себя на вооружении ну а вообще как бы сказали что ну пишите заявку на промывку баков потому что ну это не делать лишь постоянно так будет у вас забиваться все это вот этой грязью не будете же постоянно вызывать кого-то проще наверное раз промыть бак и потом ездить спокойно несколько лет что еще проводников ой простите подписчиков которые делали переводы и донаты я вам благодарил ну еще раз огромное вам спасибо за ваши переводы за вашу финансовую поддержку все это конечно же я на компьютер на новый положу о кстати включился все хорошо сейчас работы шел взял вот такой спрей ангидаг я уже его брал очень хороший помогает мне также взял вот такие леденцы между приемами ангидага лирион называется витамин c какой-то шалфей в общем для смягчения так далее ну пускай будет и взял противовирусный препарат 3 кризам три таблеточки сразу потом по одной таблеточки сутки тоже кстати его принимал все хорошо мне все это помогает все здорово поэтому я решил сразу закупиться не усугублять свое болезненное положение но я чувствую прям заболевать начинаю сразу все взял кстати когда больницы лежал с бурситом тоже чуть не заболел там и через дорогу сбегал аптеку те же самые препараты кроме вот леденцов взял здорово мне все помогло все это стоило мне тысячу двести шестьдесят восемь рублей сколько на побрызгать вот и в принципе я решил не дожидаться когда совсем разболеюсь уж лучше сразу возьму и начну лечиться вот симптомы я свои знаю поэтому не стоит каждый раз по каждой мелочи вызывать врача на дом или бежать в поликлинику и там кричать ура ой ура я заболел ура заговорился уже так ладно ребят мне пора душ мне пора монтировать этот ролик но я с вами прощаюсь с вами был я улыбайтесь вам это идет и вот я желаю вам кстати здоровья вам и не только вам и вашим родным и близким всем пока пока до новых свежих видеороликов я что-то пропустил да ладно тебе ешь барсик интересно тебя за уши оттянешь от тарелки как и Продолжение следует...